Как активный участник дискуссии, состоявшейся на форуме G20 о текущих судьбах мира, Казахстан де-факто оказался в этом клубе современного мирового развития. И теперь наша задача – поработать так, чтобы этот статус был закреплен до июля со временем. Побывав на форуме G20, в качестве личного гостя Владимира Путина, Нурсултан Назарбаев решил укрепить успех. Теперь он обещает привезти туда весь Казахстан. Вообще сырьевой потенциал очень интересен для многих, и на Западе, и на Востоке. Могут придумать некий специальный статус, какой-то приставной стульчик. Чем же вызваны столь смелые заявления и невероятные обещания Нурсултана Абишевича? Нурсултан Абишевич очень умудренный политикой, он прекрасно понимает, что этого не будет никогда. Но это его не очень смущает, но это нормально, нормально, нормально в такой стилистике пиара авторитарного правителя. В аналогичной стилистике были выдержаны и прежние громкие заявления Назарбаева. Так в 1997 году в программе «20-30» он обещал, что Казахстан войдет в состав 50 самых развитых государств. По заверениям президента, эта программа уже досрочно выполнена. Критики говорят, что та же «20-30» выполнена, мягко говоря, не полностью цифры, которые там приведены, которые якобы свидетельствуют о том, что Казахстан вошел в число 50 наиболее развитых государств, они во многом притянуты за уши, так скажем. Судя по всему, нынешние обещания пополнят и без того богатую коллекцию легенд и мифов о Карды. И ее оставят для потомков. Максим Черепанов, Максим Фоменко. Специально для телеканала 1612.